Вот компьютер до того, как улучшили. Включаем его. На экране что-то появляется. Вот так он внутри выглядит. До улучшения. Вот так он загружается. И он всё ещё загружается. Вот видна лампочка. Красненьким горит. Это вот загружается с жёсткого диска программа Windows. Продолжение следует. Всё ещё идёт загрузка. Всё ещё включается. Пока включается, покажу. Сзади есть навыдов вентилятор. Вот здесь навыдов не стоит вентилятор. Соответственно, жёсткие диски перегреваются и работают медленно. всё ещё идёт загрузка. Всё ещё идёт загрузка. Чуть-чуть приблизительно. Полностью чуть-чуть приблизительно. он загрузился судя по моргающей лампочке на жестким диском он еще думает вот видно одноядерный процессор памяти немного доступно тоже немного 500 килобайт доступно всего 785 мегабайт памяти это меньше одного гигабайта памяти что сейчас недостаточно правую кнопочку свойства вот видим процессор с процессором md от лун 1.2 гигагерца 768 мегабайт оперативной памяти пробуем открыть мой компьютер вот я уже нажал два раза мышкой он открывается внизу это нагрузка на процессор попробуем фотографию открыть нажали грузится вот инструкцию открытие документа word нажал ждем один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять сколько там все еще открывает программу для текста ворот ворот наконец-таки открылся прокручиваем прокручиваем вот такая вот так в экселе тут есть что-нибудь нету так видеозаписи пусто пусто музыка образцы музыки теперь попробуем открыть интернет загрызаем google chrome программу браузер для открытия сайтов в интернете как видно загрузка процессора вот пишет обновление google chrome и прекращено на этом компьютере поскольку его аппаратное обеспечение не соответствует сегодняшним тренингом скажем так в 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 виде как процессор нагружаются на сто процентов чтобы какую-то страницу в гугле открыть попробуем открыть сайт яндекса сначала короткую версию яндекс без рекламы чисто поиск думает и не открывает в общем google chrome не может на этом компьютере нормально работать пробуем программу интернет экспроливер браузер который идет вместе с windows и 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 кнопочку закрыть и компьютер все еще думает что-то пытается загрузить все пробуем программу для интернета браузер опера и и и Вот программа Opera пытается включиться. Продолжение следует... 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 а теперь перейдем на главный сайт яндекса постепенно загружаются если мы нажмем видео тиранес у нас идет по проводу дольки быстрый вот написано что делать сейчас компьютер поставим хорошее качество и сделаем на весь экран видно да что все движения как замедленной съемки идет с компьютер не успевает показывать то видео которое есть в интернете в хорошем качестве соответственно не футбол не спорт что-нибудь быстро не посмотришь посмотрим как он DVD диск открывает и 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 Пока открывается Собственно Перестал работать интернет Позвали специалиста Из фирмы В которую платят за интернет Фирму МТС Оттуда пришел человек Которого ждали неделю Дозванивались неизвестно как долго Он пришел Сказал что нужно поменять сетевую карту Потому что МТС сейчас новые стандарты И собственно Поэтому все медленно грузится А вот мы теперь видим Смотрите Один из жестких дисков Уровень здоровья всего 9% Видно? Второго жесткого диска Уровень здоровья 99% Получается на 120 гигабайт Где-то жесткий диск Вот это еще одна из проблем Почему он медленно работает Сейчас посмотрим Программа Windows С какого жесткого диска грузится Дальше вот видно что windows грузится с этого жесткого диска который вот на 111 гигабайт написано вот он на нем программу опера для интернета и прочее вот одна из причин почему нужно менять жесткий диск вот когда клиентам это говорю они не верят ну вот здесь наглядно видно еще одну программу посмотрим на 9 диски и вот температура как бы до 44 градусов что нет охлаждения на жестком диске производитель компьютера не посчитал нужным ставить охлаждение для жесткого диска другая программа показывает тревога вот видите сколько ошибок чтения больше 200 360 20 до 236 миллионов ошибок чтения жесткого диска нестабильный сектор один желтым несправим ошибки секторов 1 он даже очень больше этих значений во втором жестком диска тоже пишет тревога тоже есть предназначенные сектора есть потерянные там пробуем